Приветствую вас! Есть несколько моментов, на которые мне хотелось бы обратить ваше внимание при ответе на ваш вопрос. Хочу, пожалуйста, то есть того, что дети – это отражение поведения родителей, это отражение принятых в семье моделей поведения, и то, что делает ваш ребенок – это, так или иначе, подсмотренная им модель поведения, которую он заметил у вас. То есть, что это иными словами значит? Иными словами, это означает, что ваш ребенок, значит, перенял у вас данную модель поведения. То есть, что-то из того, что происходит в вашей семье заставило его так себя вести. Это первое. И тогда мы здесь с вами говорим о анализе ваших взаимоотношений уже внутри семьи и между вами. И, скажем, между вами и, ну, скажем, между вами и, например, вашим, допустим, мужем. Да? Между вами и, допустим, там, с кем-то еще. То есть по сути дела речь идет о анализе, значит, взаимодействий внутри вашей семьи. Это первый и самый важный момент. Потому что, ну, модель поведения ребенка проявляется либо, значит, как неосознанное скопирование поведения родителей, либо модель поведения ребенка проявляется как реакция. Реакция на, по сути дела, вот, то же самое поведение родителей. Значит, второй момент, который мне хотелось бы вам сказать. Из вашего текста прямо вытекает, что ребенок у вас в семье единственный, ну, по крайней мере, вы не сказали, что у него есть брат и сестра. И это значит, что если ребенок у вас единственный, то он окружен любовью, заботой и дипломом всех членов семьи. В результате этого почти, скорее всего, почти каждый его, значит, шаг, почти каждый вид, каждый модель его поведения, почти каждый его поступок как-то контролируется и оценивается. И ребенок знает, что, во-первых, он может все, а если он избалованный, то есть если он единственный в семье, то он, скорее всего, избалованный. А ребенок знает, что он может все, и что если чего-то действительно и по-настоящему нельзя, то ему просто не позволят это сделать, отругают, но в итоге все будет в порядке все равно. То есть ребенка, по сути дела, отсутствует ответственность за свои поступки. И эта ответственность в первую очередь прививает мужчина, отец или любой другой мужской семьи. И соответственно тогда встает вопрос о том, ну, значит, насколько близки у ребенка взаимоотношения с членом семьи, насколько у него близки, насколько он близок с отцом или с другим премьерами семьи. И вам необходимо продумать, как бы вы могли сделать так, чтобы ребенок очищал ответственность за свою модель поведения. Значит, это можно сделать, во-первых, через отношения. Например, ребенка можно и нужно не ругать. Ребенка можно и нужно, значит, оставлять в рамках его поведения. То есть не регулировать его так, как, например, вы это делали до сих пор. Но высказывать такое, знаете, своего рода молчаливое неудовольствие тем, как он себя ведет. То есть, иными словами, вы меняете свою модель поведения по отношению к ребенку после того, как он что-то делает не так. Вы начинаете с ним, например, меньше разговаривать, вы начинаете, например, вести себя с ним холодно, по-другому и так далее. И рано или поздно ребенок это начинает замеджать. И замеджая подобное, у него, естественно, появляется непонимание, почему так происходит. И если он увидит закономерность, значит, если он увидит закономерность, что вот каждый раз, когда он делает что-то не то, что вы, например, от него хотите, и начинается с важной стороны такая модель поведения, ну, очень большой шанс того, что он изменит немножечко свое поведение. Правда, нужно объяснять ребенку, почему вы поступаете именно так. То есть, чтобы вот это вот молчание, да, не было непонятным и неизвестным ребенку. То есть, все-таки, чтобы оно имело какой-то смысл, и чтобы ребенок отдавал себе отчетку, из-за чего это все. Чтобы у вас была четкая причина. Уверен, что без, значит, власть его внимания ему будет тяжело. Ему будет тяжело достаточно сильно, и это послужит стимулом для того, чтобы он изменил немножечко свое поведение на сцене. Далее. Следующий момент, который я хотел бы назвать, можно, так сказать, подоглавить, как момент значения. То есть, ребенок не понимает, зачем ему нужно делать то, что вы хотите, чтобы он сделал. Ага. То есть, речь идет о том, по сути дела, речь идет о том, что если вы вот скажете ребенку, что ему нужно, например, заниматься, ну, допустим, допустим, ему нужно заниматься в том же образовательном учреждении, да, для того, чтобы быть быстрее взрослым, или для того, чтобы быстрее достичь того, чего он хочет. То есть, а вы знаете, чего ребенок хочет, я думаю, то процесс образования и процесс восприятия того, что он делает, будет, ну, определенное совершенное имение. Потому что появится куда большее значение от того, что ребенок делает. А значение, значение для ребенка очень важно. Итак, мы назвали основные моменты, в сторону которых вам нужно двигаться. И теперь давайте немножечко пореточим. Значит, основная проблема поведения вашего ребенка кроется в вашей же семье. То есть, что-то у него в вашем образе жизни, в модели поведения определенно не нравится. То есть, он перенимает негативную модель поведения, либо как средство для достижения тех же целей, что и вы. Либо как реакционное поведение. То есть, поведение направлено на борьбу. Соответственно, причиной этого нужно искать в вашей семье. Далее. Значит, ребенку необходим образ поведения. Образец, если угодно, поведения. И этот образец поведения никто не имел, как мужчина. Который бы ребенок уважал. И который бы обучал мальчика тем моделям поведения, которые, ну, присущи мужчине. И последнее, чтобы не повторяться, очень важно, что ребенок наибольших своих высот достигает, я имею в виду развитие, наибольших своих высот достигает именно в совместной работе со взрослым. А также в совместной работе со сверстниками. С более, может быть, развитым сверстником. Но, если со взрослыми ребенок осваивают привычные, устойчивые, главные, превалирующие, доминирующие культурные нормы поведения и ценности, то со сверстниками просто-напросто другие. Вам это нужно понимать. Поэтому для полноценного развития ребенка ему нужно общаться как со взрослыми и что-то делать совместно со взрослыми, так и со сверстником. Вполне важно, что где-то в этих вот двух моментах у вас наблюдается перекос, то есть чего-то больше. И отсюда, соответственно, возникает проблема поведения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, буду рад вам помочь. Если у вас появилась информация для дополнения, то напишите мне, пожалуйста, о том, что вы его написали. И я прочту его и дополню своим ответом еще раз. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!